ВОЗ созывает экстренное совещание из-за вспышки обезьяний оспы. Случаи заражения уже зарегистрировали врачи 9 стран. 29 заболевших в Португалии, 11 в Великобритании. Единичный случай выявили в Канаде, Австралии, Испании, Италии и Франции. Насколько опасна инфекция? Можно ли ей противостоять? Об этом в международном обзоре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По телу может появиться сыпь. В большинстве случаев вирус протекает в легкой форме и проходит сам по себе в течение нескольких недель. Однако в мире уже были зафиксированы случаи с летальным исходом. Вакцины против инфекций пока нет. К слову, несмотря на похожие названия, болезнь не имеет близкой связи с ветрянкой, где возбудителем является вирус из семейства герпес-вирусов. Оспы обезьян вызывает покс-вирус. В Португалии сообщила о 14 случаях оспы обезьян. Еще несколько десятков пациентов находятся под подозрением. В Испании ввели режим санитарной тревоги. Несмотря на то, что одобренной вакцины пока нет, власти страны закупили тысячи доз препарата от натуральной оспы. Так как эти заболевания похожи, эффективность иммунизации составляет больше 80%. В Швеции и Италии зарегистрировано по одному случаю болезни. Почти 10 заразившихся выявили в Великобритании. Большинство людей выздоравливают и полностью восстанавливаются в течение нескольких недель. Но у людей могут быть сопутствующие серьезные заболевания. Им может потребоваться госпитализация. Показатель примерно 1 на 100. Тем не менее, это серьезное заболевание. Заболевание также выявили у жителя американского штата Массачусетс, который недавно вернулся из Канады, где уже есть несколько зараженных. ВОЗ тщательно следят за ситуацией и рекомендуют не контактировать с больными животными и не употреблять в пищу мясо диких животных. Мы следим за продолжающимися исследованиями, чтобы лучше понять в первую очередь масштабы распространения оспы и убедиться, что среди людей проводится тестирование, что лица с подозрением на оспу обезьян изолированы и получают надлежащую клиническую помощь. Тем временем в Перу из-за оспы обезьян объявили санитарную тревогу. И это несмотря на то, что в стране пока не обнаружено заболевших. В аэропортах будут проверять всех людей, у кого есть симптомы. Также правительство рассмотрит возможность закупа вакцины против оспы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова